Итак, дорогие друзья, мы продолжаем с вами говорить о том, как получить доступ к этим удивительным благословениям Божьим. И первое из этих удивительных благодеяний Божьих, о которых мы с вами говорим в этой программе, мы назвали эти программы «Напоминая себе о хороших делах Божьих». Зачем? Почему так важно время от времени, а желательно со всяким постоянством, напоминать самому себе, что же Бог сделал для нас хорошего? И речь идет не просто о том, чтобы вспомнить о тех чудесах, которые Бог сделал в нашей жизни, таких как повышение зарплаты, удачное супружество, здоровье детей, хорошее воспитание, в общем, те чудеса, о которых люди зачастую просят у Бога. И Бог начинает в их жизни действовать, когда они приходят к Иисусу и называют Его своим Господом и Спасителем. Они начинают использовать имя Иисуса Христа в своей вере, в своих отношениях с Господом, и вдруг замечают, что Бог начинает действовать в их жизни. И слава Богу! Слава Богу за все Божьи благодеяния, такие как хорошее здоровье, исцеление от болезней, спасение от смерти или какого-то несчастного случая, освобождение от кредитов. Да, мало ли, сколько Бог действует в нашей жизни. Давид однажды скажет, я не знаю им числа этим благодеянием. И в действительности это правда, потому что мы, люди, запоминаем или, скажем тогда, обращаем внимание на определенные события, которые происходят в нашей жизни. Не было работы, а вдруг она появилась. Была маленькая зарплата, а вдруг она выросла. Был больным, а вдруг стал здоровым. И мы воздаем славу Господу и говорим, Боже, это Ты действуешь в нашей жизни, и спасибо Тебе за это. Замечательно, когда верующие люди не забывают об этих Божьих благодеяниях, когда они воздают Ему славу, тогда, когда исцелились, получили хорошую зарплату, нашли хорошего супруга или супругу. Замечательно все эти вещи. Но в этих программах мы говорим с вами о благодеяниях, которые перечислены в 102-м псалме. 102-й псалом, когда Давид буквально говорит своей душе, не забывай всех благодеяний его. И первое в числе этих благодеяний, первое благодеяние – это прощение грехов. Он прощает все твои беззакония. Это маленькое короткое слово «все», оно мне очень нравится. Если речь идет о всех беззакониях, значит, не существует такого греха, которого Бог не мог бы простить. В этом мире люди говорят так, ну это так, с этим грехом я могу прийти, и покаяться, и Бог простит меня. А вот этот грех, он неимоверно велик, и, наверное, Бог не может простить такого ужасного грешника, как я, потому что я сделал в своей жизни что-то ужасное. Настолько отвратительно, что ненавижу сам себя. И такие люди, им так трудно прийти к Богу и поверить, что Бог способен простить и этот грех. Псалмопевец говорит, он прощает все твои беззакония. Как же Бог может простить мне все мои беззакония, если мои беззакония настолько отвратительные и настолько тяжелые, что я сам себя ненавижу за все эти вещи. Я хочу вам сказать, насколько Бог способен прощать, до какого предела Бог способен прощать. Писание говорит, Христос – это совершенная цена, полная плата. За грех всего мира. Каким бы вы грехом не согрешали, он не новый на этой земле. Были поколения, были люди, которые согрешали таким же образом, многократно, многотысячно. И крови Иисуса Христа было достаточно для того, чтобы покрыть грех всего мира, прошлого мира, этого мира, грядущего мира. Настолько полная цена Иисуса Христа, настолько полная цена Его прощения. Он способен простить все грехи. И всякий раз, когда вы чувствуете вину и осуждение за какой-то проступок или прегрешение, я хочу вам сказать, не все потеряно. Не все потеряно. Если вы придете к Иисусу в своем искреннем покаянии, мы говорим именно с вами, что Давид говорит, пока я молчал. Пока я молчал, это Псалом 31, первый стих, второй и третий стих. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего. То есть есть такое состояние души, когда буквально по ночам где-то, вы даже не можете описать себе это, но оттуда изнутри поднимается этот непонятный стон, сожаление и о жизни, и о всех этих проступках, и о всех этих ужасных вещах. Это просто изнутри. Вы просто, ваша душа томится, ваша душа, она просто изнывает. Настолько все тяжело, настолько все отвратительно, настолько все гадко. Не выразить словами, это просто превращается в какой-то стон. И Давид говорит, пока я молчал, буквально мои кости, они постарели, да? Я обветшала все вот от этого состояния, когда я молчал. Но когда вы начинаете говорить, когда вы начинаете открывать Господу ваше преступление, когда вы начинаете говорить об этом с Богом, что-то происходит с вами. Я хочу зачитать вам одно место, удивительное место из Священного Писания. Во-первых, это Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Иисус говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Иисус пришел в этот мир исцелить сокрушенных сердцем. Есть огромное количество людей в этой жизни, в этом мире, чья жизнь, она разрушена изнутри, внутри сердца. Чем бы вы ни пытались наполнить, кому бы вы ни обращались, какое бы лекарство вы ни искали, чем бы вы ни пытались заполнить свои души, алкоголь, наркотики, любовные трешки, что бы там ни было, не срабатывает ничего, не насыщает, не исцеляет. Ваша жизнь просто наполнена кошмаром. Да, стон, обветшал. То есть люди, вроде бы в 20 лет, а как старики, столько всего насмотрелись, и столько всего испробовали, и столько наэкспериментировали в своей жизни, что внутри все просто, все разрушено, все кровоточит, все так тяжело и болезненно. И Писание говорит, Иисус, Божий Сын, был помазан Духом Святым и силой, Он пришел в этот мир ради таких, как вы, ради спасения вашей души, ради исцеления вашего сокрушенного сердца. В Иисусе для вас все ответы. Не пытайтесь найти где-то это на стороне. Вы не найдете этого в алкоголе. Вы не найдете этого покоя в наркотиках. Вы не найдете этого мира, этой целостности, этого исцеления в каком-то человеке, будь то девушке или парне. Вы не найдете это в работе. Не найдете. Вы не найдете этого в богатстве. Почему? Потому что то, чего ищет ваша душа, это Иисус. Вам необходим Иисус. И Библия говорит, что когда мы приходим к Иисусу, мы не должны молчать. Мы приходим к Нему, когда открываем свои уста, когда называем Его своим Господом и Спасителем. И Писание говорит, когда же снимается наш грех? Когда же уничтожается вина? Если Библия говорит, что Иисус взял на Себя грех всего мира, Он понес ответственность за беззаконие каждого когда-либо рожденного, живущего, или когда-либо, когда-либо будучи, кто будет рожден в будущем, неважно, грех всего человечества был возложен на Иисуса Христа. И если мы вот в этом состоянии, скажем сейчас, в кавычках, непрощенном, подавленном, угнетенном, и мы хотим, мы хотим, чтобы наша жизнь была исцелена, мы хотим обрести покой, мы хотим найти покой своей душе, мы хотим прийти к Иисусу, что же нужно для того, чтобы Бог простил лично, персонально мой грех? Вот что говорит Писание. Псалом 31, пятый стих. «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего». Я сказал. Заметьте, какая связь. Если в первых стихах Он говорит, блажен кому, отпущенный беззаконие, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства, когда я молчал. Это очень важно понимать. Если вы молчите перед Богом, если вы ничего не говорите своими устами, вот что ожидает вас. «Обветшали кости мои от вседневного стинания». То есть вот это состояние души, мучительное, томительное, с этими непонятными воздыханиями и стонами о всем, что было сделано и о том, что происходит сейчас, это будет продолжаться до тех пор, пока вы молчите. Но! Есть удивительное состояние. Но! Пятый стих. «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот это состояние вины, когда ты помнишь все, что ты сделал в своей жизни. И люди могут этого не знать, родители могут этого не знать. Но ты делал что-то отвратительное, ужасное, или ты делал это. И теперь всякий раз, когда ты возвращаешься мыслями туда, всякий раз, когда ты вспоминаешь это, это как яд для души, это как яд для сердца, так плохо, так отвратительно, так мерзко, и ты знаешь, это не то, для чего ты был рожден. Это не то, что хотелось бы видеть в своей жизни. Это не то, ради чего стоит жить. Все эти ужасные вещи, отвратительные грехи, и ужасные преступления. это не то. Не то, ради чего хотелось бы жить. Не то, что хотелось бы сделать. Как же быть по-другому? Писание говорит, я сказал, я открыл Господу. То есть, что нужно такому человеку? Такому человеку просто нужно встать и сказать невидимому Господу Иисусу Христу, где бы вы ни находились, нужно просто сказать, Господь, прости мне. И совсем не обязательно Богу перечислять все ваши изъяны, все ваши проступки, Он знает это. Он знает эти вещи, даже когда никто не знает. Он видел все это. Писание говорит, что даже самое сокровенное в нашем сердце мысли, которые там, Бог читает их так легко. Все эти прегрешения, все эти пожелания, и ненависть, и злоба, и развращение, Богу известно все. Так какой же самый главный грех, который мы исповедовать должны Господу? Писание говорит, этот грех неверия во Иисуса Христа. Самый главный грех, с которым мы приходим к нашему Богу, мы исповедуем Ему и говорим, Господь, прости, Иисус, прости, что я не верил в Тебя. И когда мы так говорим от сердца, говоря своими устами, Писание говорит, Бог снимает с нас вину. Это спасение удивительное, открыто на протяжении тысячелетий, благодаря тому, что Иисус сделал две тысячи лет назад на Голговском кресте, Он стал жертвой за нас. Он был убит на кресте, пролилась Его кровь, Он был погребен в гробнице, а потом воскрес на третий день. Все эти удивительные события, вещи, это удивительное Божие благодеяние было сделано для нас, для того, чтобы наша душа однажды встала крепко и сказала, буду уповать на Бога, буду уповать на Господа. И всякий раз, когда вы говорите так, дорогой Господь, прости меня, кровь Иисуса Христа омывает вас, омывает вас, омывает вас, она уносит всю эту вину, кровь Иисуса уничтожает осуждение, кровь Иисуса очищает, омывает вас, и эта новая жизнь, которая есть у Бога, она становится доступной вам, вы словно рождаетесь заново, но в этом случае вы уже рождаетесь для Бога в Его Царство, вы становитесь Сыном Божьим, вы становитесь Дочерью Божьей, когда называете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и вслед за этим нужно сказать самому себе, нужно сказать своей душе, душа моя, никогда не забывай, что Бог прощает все твои беззакония, аминь, Бог всегда прощает, когда я прихожу к Нему, аминь, Господь, благослови этих драгоценных людей, благослови, что сегодня кто-то, кто слушает нашу программу, он получил прощение грехов, и больше никогда не забудет об этом удивительном Божьем благодеянии, Бог прощает все беззакония твои, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, наши партнеры, драгоценные партнеры служения силы слова, Бог да благословит вас. Вещание этой программы стало возможно благодаря вашей щедрой поддержке. Пусть Господь обильно благословит в ваших даяниях, в вашей вере, в вашем посвящении. Я верю, что Бог будет обильным, уникальным образом благословлять каждого, кто принимает участие в распространении Евангелия. Я также обращаюсь к тем, кто хочет стать нашим партнером. Если вы хотите стать партнером служения силы слова, напишите по номеру, который вы сейчас увидите на ваших экранах, и мы дадим вам хорошую информацию о том, как стать партнером служения силы слова. Бог да благословит всех вас. Аминь. трехзначный код и вашу электронную почту. Также вы можете перейти на сайт для пожертвования, отсканировав QR-код камерой вашего телефона. Мы благодарим каждого, кто своим пожертвованием поддерживает это важное служение. Своими финансами вы даете возможность проповедовать Евангелие, помогать нуждающимся, осуществлять миссионерские поездки, доносить весть об Иисусе Христе через телевидение и интернет. Пусть Господь благословит вас и восполнит каждую вашу нужду по своему богатству в славе Христом и Иисусом. Субтитры создавал DimaTorzok